Окей, друзья, нам очень крупно повезло, потому что с нами сегодня на связи CEO компании Ultron Foundation, нашего блокчейна, который достиг таких огромных результатов. Шухрат Шадибеков, он очень-очень занятой человек, постоянно на встречах, постоянно на митингах и, конечно же, постоянно с программистами на связи. Мне очень важно было пригласить сегодня Шухрата для того, чтобы он поделился с вами о будущем Ultron, что мы достигли до сегодняшнего момента, как это образовалось, с чего это начиналось все и куда мы идем следующие 5-10 лет. Пожалуйста, все бурные аплодисменты Шухрат Шадибека. Шухрат, слово тебе. Мы сейчас находимся в горячей Турции и мы все тут общаемся на русском языке. Нам повезло, что ты его тоже знаешь. Пожалуйста, поделись с нами всеми, как начинался Ultron, с чего это все начиналось и где мы находимся и куда мы движемся. Да, Виталий, добрый день. Всем здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, прекрасно. Здравствуйте еще раз, да, меня зовут Шухрат. Я сейчас нахожусь в Токио, в Японии. Здесь было у нас большое мероприятие, 300 человек. Вчера мы были в Осако, там тоже было большое мероприятие. Сейчас, поверьте, буквально 10 тому назад я успел из этого ивента соскочить. Скажем так, оно закончилось, быстро доехать до отеля. И, честно говоря, я уже довольно-таки уставший, потому что мы только прилетели и не успели адаптироваться к, скажем так, климату, к временному поясу. Я вот сплю по 3-4 часа, потому что только засыпаешь, уже пора вставать, она убегает на встречи. Поэтому, если я покажусь вам немножко уставшим, поэтому я прошу прощения заранее, просто до сих пор не могу никак адаптироваться под местное время. Да, мне зовут Шухрат. Я, скажем, вкратце историю обо мне и как это все началось. Я родился в Ташкенте, когда мне было 16 лет, я переехал жить в Англию, учился в Лондоне, закончил образование там, после этого открыл собственную компанию в Европе, в Словении, и пытался заниматься тем, чем я умею, а именно разработкой софта. И, скажем так, работал долгое время, нашел бизнес-партнера Алексея, кто является сейчас также нашим техническим директором, который отвечает полностью за разработку. И, скажем так, мы постепенно начали работать над разными проектами, работали именно опять в сфере софта. Мы называем это Web2. И когда я вижу, что рынок меняется, вижу, что надо, пора тоже меняться, я начал смотреть в сторону блокчейна, потому что я вижу, что это становится очень, скажем так, есть спрос, я вижу, что там рынок растет, я вижу, что есть потенциал, поэтому я решил перенаправить все наше, скажем, по комислу, всех нашу команду на блокчейн-разработку. Довольно-таки было смешно, потому что я был таким всегда, давай-давай-давай, надо делать, а Алексей, как бы он человек-программист, то есть он сначала по сто раз подумает, а потом начнет уже действовать. А тут мне наоборот. Типа сначала мы делаем, а потом мы думаем. Ну, в конце концов, мы нашли общий язык и начали также разработать на разных блокчейн-проектах. Довольно-таки у нас хорошо получалось, потому что у нас были хорошие люди, и я оказался в нужном месте, в нужном, скажем так, с нужными людьми в нужное время. И ближе к 2020 году, то есть в 2020 году мы как раз-таки, когда был ковид, у нас было много времени подумать по поводу того, чего делать дальше. И мы смотрели о том, что происходит на рынке, что происходит с криптовалютой, веб-3, то, что многие пользователи не понимают до сих пор на сегодняшний день, что такое блокчейн, что такое криптовалюта. И мы понимаем, также мы понимали, какие есть проблемы в сфере разработки блокчейна, что они не могут расширяться, проблемы с security, безопасностью. И таким-то образом мы пришли к идее, а почему не создать собственный продукт, а именно Ultron Foundation, где мы сможем предоставить, во-первых, интересные условия, интересные награды, предоставить интересную технологию и также обучать наших пользователей и обучать, что такое веб-3, блокчейн, и притягивать людей таким образом на нашу сеть. Скажу сразу, было очень тяжело в начале, потому что, к сожалению, в нас никто не верил, потому что мы очередная компания, все думали, что мы закроемся или какой-то скам. Поверьте мне, в начале 2022 года, когда мы запустились, у нас большой ивент в октябре, мне было много, многие люди говорили неприятные вещи в лицо, но у меня был, скажем так, такой стресс, ну, как-то я переборол, мы все равно работали дальше, мы делали разные проекты, делали разные партнерства и, в конце концов, те же самые люди, которые, скажем так, говорили мне не особо хорошие вещи, наоборот, не знаю, как сказать, но они до сих пор с нами, до сих пор работают. Ну, это просто я рассказываю вам одну из, скажем так, изменений нашей жизни, разработки. Скажу, что почти все, что мы обещаем, мы выполняем. Конечно, иногда бывает такое, что мы опаздываем, но, в конце концов, на это есть причины, потому что мы хотим убедиться, что все протестировано, как положено, все работает, как положено, и после этого мы выкладываем онлайн. Но, опять же, все, что мы обещали, то есть мы обещали новые продукты сделали, мы обещали новое партнерство сделали, мы обещали, что мы будем листиться, не знаю, как правильно по-русски сказать, обопликованы на разных платформах, мы это тоже сделали. Я со своей стороны тоже, как и Виталий, как и другие команды путешествую по всему миру. Я посещаю МАВИ мероприятия, также посещаю блокчейн мероприятия, где со своей стороны пытаюсь найти новых партнеров, новый проект и посмотреть, что происходит в рынке Web3. Опять же, хочу у вас обратить внимание, то, что, к сожалению, сейчас до сих пор очень еженый рынок, но мы до сих пор держимся на плаву, растем, скажем так, становимся, у нас в команде становится все больше людей. Один из интересных моментов, когда мы начинали свою разработку, у нас было всего лишь 11 человек в команде, сейчас у нас 41. Очень толковые разработчики, и всем интересно работать в нашем проекте. Некоторые даже отказались от повышения зарплаты, точнее, многие просили, скажем так, довольно-таки высокие зарплаты, но когда они узнали, что мы предоставляем, какие, скажем так, препятствия у них будут в работе, в плане, они же любят разработчики, что-то новое, 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 и многие согласились работать с нами дальше. Алексей сам, скажем так, наш бизнес-партнер, технический директор, он сейчас находится в Словении, он работает 2-4 на 7, мне, честно говоря, немножко жалко его, потому что у него жена, есть 2 детей, но он как-то ему много времени уделяет, потому что он полностью вовлечен в разработку, и он хочет убедиться, что все работало как положено. Опять же, я, со своей стороны, тоже пытаюсь найти новых партнеров, сижу за разработкой, путешествую по миру, это сейчас я здесь, в Японии, послезавтра я улетаю в Лондон, после Лондона я улетаю в Дубай, после Дубая я лечу в Бутапешт, кратко говоря, у меня там тоже много мероприятий, тоже все связано с тем, чтобы продвигать Ultron Foundation. Касательно нашей миссии, касательно наших, скажем так, вижен, планов, мы планируем, у нас есть как минимум, есть план на 5 лет вперед, то есть у нас есть roadmap, он опубликован у нас на сайте, на Ultron Foundation, мы, скажем так, как только определенное количество пользователей, или кошельков у нас зарегистрировано, мы выполняем следующий пункт, который мы обещали, то есть у нас там, если посмотрите, и у нас довольно-таки очень много планов. Как минимум, говорю же, у нас там есть цепочка, ноут партнеров... Расскажи немножко, Шуфрат, расскажи немножко о специфических проектов, которые планируются в следующие годы. Ну, честно говоря, я не могу, к сожалению, сейчас вам все раскрывать, рассказывать, потому что это все-таки планы, мы все, каждый планы, которые планируем запускать, мы общаемся с Mavi Global, партнерами нашими, где мы садимся за стол и обсуждаем наши, скажем так, цели, и как мы это собираемся сделать. Пока что, что я могу вам рассказать, то, что первое, вот мы запускаем лотерею, то есть не мы, точнее, нашли партнеров лотереи, которые будут, они запустят свою игру на нашей сети, также мы спартнерились, Mavi Global спартнерились с компанией Flip.me, это кредитная карточка, то есть где вы можете оплачивать, у вас будет онлайн-счет, можете оплачивать карточкой, также при части оплачиваете криптовалюту, поэтому здесь это пока что я могу вам рассказать. Я с удовольствием хотел бы рассказать вам многое более интересное, но мне кажется, это будет неправильно, потому что есть у нас определенные моменты, которые мы хотим, как только мы, скажем так, подходим к какому-то майлстону, и после этого мы раскрываем всю информацию. Но поверьте мне, она того стоит, и там очень много чего будет в течение пяти лет. По крайней мере, в этом году мы уже все публиковали, я постараюсь в декабре вас удивить, и Mavi Global будет вас новыми новостями. В следующем году будет еще более много интересных проектов, работы хватает, честно говоря. Я, честно говоря, даже не знаю, Виталий в курсе или нет, я из-за того, что много работы, много стресса, много путешествий, я даже немножко пополнил, потолстел на килограмм десять, но это, скажем так, того стоит, потому что это ради будущего, и я понимаю, что если этим не заниматься, кто и будет не заниматься. А скажи, какой интерес ты наблюдаешь со стороны различных программистов команд, которые присматриваются к ультрону и начинают все более серьезно задумываться о том, чтобы запускаться на ультроне. Скажем так, им интересно тем, что у нас, мы до сих пор живы, назовем так, мы до сих пор на плаву, и то, что видишь, что мы растем, мы довольно-таки, опять же повторяюсь, в нас никто не верил, но сейчас совсем, скажем так, они изменили свое мнение. Проект, который они запускают, то есть есть некоторые ребята, которые приходят, говорят, нам интересна ваша сеть, мы захотим запустить ваши предложения, давайте партнериться, но перед тем, чтобы с ними партнериться, мы делаем, скажем так, проверку. Мы проверяем, что за компания, что за люди у компании, как долго они, скажем так, онлайн, чем они занимаются, потому что мы не хотим повредить свою репутацию, репутацию компании Mavi Global, поэтому мы очень осторожны к тому, что происходит на рынке. Здесь я сейчас прямо не могу сказать, так как у нас есть отдельная команда, кто занимается этими, не проверяет, и ведут переговоры. Переговоры довольно-таки тяжелые, даже вот для себя из своего опыта расскажу, как мы вели переговоры с CoinMarketCap, с CoinGecko, то же самое было, они перед тем, чтобы нас публиковать у себя на сайтах, они очень долго проверяли нас, просили очень много документации, и я это называю игра в пинг-понг, то есть они дают нам, мы им, они дают нам, и им то же самое происходит сейчас, как-то так. Все игры, то есть разные GameDeFi applications, довольно-таки очень интересные проекты сейчас, если не ошибаюсь, довольно-таки с двумя ведем очень активно, но опять же, я пока не имею права ничего вам рассказывать, все вы узнаете в скором времени. Шухрат, можешь вкратце вот чуть-чуть рассказать о том, как ты видишь блокчейн как по себе технология Ultron, если мы сравниваем там с Binance Smart Chain, или Эфиром, или Polygon, другими блокчейнами, в чем ты видишь наши основные такие пункты, чем мы лучше, да, преимущества? Преимущества, ну прям я могу вам сказать в том, то что преимущества у нас довольно-таки, это именно в плане технологического аспекта, но сейчас я вам не буду вдаваться, потому что я себе вам буду рассказывать, многие из вас могут это не понять. Простым языком. Простым языком, скажем так, первая вещь, это у нас довольно-таки очень дешевый gas fee, то есть это довольно-таки вариант по сравнению с другими сетями, мы реально, во-вторых, у нас больше транзакций регистрируются в каждую секунду. В-три мы можем развиваться довольно-таки очень быстро, то есть опять же Алексей постарался сделать так, чтобы завтра, если мы захотим добавить новых валидаторов, новых нодов и улучшить нашу систему, это там в один клик, и это будет прям размножаться в двое секунды. В-четвертых, мы опять же запустили свои приложения, UltraSwap, UltraScan в своем экосистеме, где опять же люди, не надо выходить за экосистему, все могут крутиться у нас, варить, скажем так, заниматься разными различными инструментами, которые мы предоставляем. И, кстати, на Ультрон Фаундейшн, конечно же, наша цель – это быть как минимум в топ-3 по всему миру, чтобы нами все пользовались, чтобы мы бы всегда были, скажем так, на слуху, и, само собой, мы хотим не только, чтобы быть коммерческих, но и пытаемся пытаться также быть каких-то в государственных структурах тоже, чтобы использовать нашу сеть разных различных, скажем так, параметров. Вау, это круто. Ты прозвучал такую фразу одной кнопкой валидаторами, чтобы стать. Не все это поняли. Ты мог бы чуть-чуть рассказать им, что это? Ну, это, опять же, для вас это рассказал таким образом, что если, например, мы составили, сделали всю готовую структуру для того, чтобы завтра, если кто хочет с валидатором, опять же, там есть определенные условия для каждого валидатора. Если человек подходит по всей рекомендации, выполняет, и он хочет с валидатором, то есть с нашей стороны это не будет заниматься очень много времени. То есть мы предоставляем все инструменты, наши ребята девопс инженеры, там они пара кликов, и это все готово. Как-то так. И, опять же, я простым языком это рассказал, потому что технически, мне кажется, не будет мне особо понятно. Скажи, какой шанс у нас есть, чтобы стать, вот, маркет-капитализация около 100 миллиардов долларов? О, это вопрос очень хороший, но, к сожалению, я не могу на него отвечать, потому что, как покажет, хочу посмотреть, что творится в этом рынке, на криптовалютном, поэтому здесь тяжело ответить, но, надеюсь, это произойдет намного скоро. Опять же, заметьте, хочу обратить ваше внимание, то, что за нам ровно один год и четыре месяца. Мы, скажем так, очень хорошо достигли очень больших успехов. Во-первых, запустили приложение, во-вторых, залистились на разных платформах, в-третьих, скажем так, гиганты, кто именно в криптовалютном мире, нас также залистили, в-четвертых, многие холодные кошельки согласились с нами сотрудничать, в-пятых, у нас уже сообщество составляет из 250 тысяч человек, и наш TVL, если не ошибаюсь, уже 680 миллионов на сегодняшний день. Мне кажется, есть чем гордиться, мне кажется, мы довольно хорошо выполняем свою работу, и мы надеемся, что так и будет продолжаться на том же этапе, в том же духе, потому что сегодня у нас был ивент. А, хороший, интересный момент, я был на той неделе в Чехии, был в Верно, и когда мы делали презентацию, скажем так, на объем людей, после ивента к нам подошли ребята, сказали, вот только что мы продали 90 пакетов, мы его заинтересованы, то есть Чехия очень сильно развивается, Япония то же самое, сегодня было только в Токио 300 человек, вчера в Осака было 200 человек, они теперь хотят создать большой ивент на 1000 человек здесь в Японии, потому что у нас сейчас топ-3 рынка, если не ошибаюсь, это Ума Ви Глобал, именно по сообществу, это Южная Корея, Венгрия и Япония, очень хорошо здесь развиваются, и они нам верят, тем более японцы, они довольно такие пунктуальные люди, они любят факты, они любят информацию, и они видят, что мы реально работаем, все, скажем так, как надо, и они нам доверяют, и таким образом мы растем очень быстро. 100 миллионов пользователей, думаю, это вполне реально, через пару лет. Я считаю, что, Леса Виталий, ты нам в этом поможешь, почему бы и нет. Это тем, что мы занимаемся. Ну и всем сможем. На CoinMarketCap, я так понимаю, скоро мы увидим Ультрон в первой страничке. Мне кажется, будет довольно скоро. Только недавно CoinGecko наконец-таки залистили нас как Ультрон-чейн, это уже большой прогресс, поэтому CoinMarketCap, я буквально в пятницу, на той неделе общался с командой, CoinMarketCap планирует залистить Ультрон-своп, также у них сейчас они последние, скажем так, шаги, и это тоже произойдет также на CoinMarketCap. Поэтому мы работаем со своей стороны, делаем все, что возможно, но опять же, многие моменты, к сожалению, от нас не зависят. Но мы стараемся и делаем все, что можем. Это супер. Я знаю, что вот еще многие не знают, но у нас будет большое мероприятие в Венгрии 20 января в Будапеште. Ты там будешь, правильно? Да. Пока планируем, посмотрим, что будет. Пока что, да, планируем. Там также будет присутствовать Алексей, мы также как гость его позовем, но, к сожалению, Алексей у нас интроверт, он предпочитает быть за компьютером, поэтому, когда у нас мероприятие заканчивается, люди хотят отойти с нами сфоткаться, Алексей сразу так, шок, быстро, 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 уходим, пока нас не застукали, поэтому, да, мероприятие будет тысяч человек, сейчас также это будет не только для европейцев, это будет для всего мира, как минимум, сейчас многие японцы готовы также посетить Венгрию. 1500 человек, 1500. Я, честно, не знаю, это лучше общаться с МАВИ и глобал партнерами, они за это отвечают. Мы, опять же, мы, опять, чтобы вы понимали, Ultron Foundation, мы отвечаем чисто за технологию, то есть мы со своей стороны предоставляем технологию и делаем все возможное, чтобы все работало как надо, росли и предоставляли новое партнерство, новые продукции, как-то так. Мы со стороны МАВИ Глобал, только они уже отвечают за все мероприятия и, само собой, за сообщество. Скажи, Шухран, вот каждый проект, децентрализованная аппликация, там, платформа, которая в течение следующих месяцов, годов будет выпускаться, в сотрудничестве с МАВИ Глобал, оно тоже будет помогать монете ULX, тем или иным. Каждый проект, который будет, мы все друг друга, скажем так, помогаем, и из-за этого, да, в наших же интересах, в интересах МАВИ Глобал, чтобы каждый новый проект, который будет, влиял как-то на стоимость, скажем так, и на прогноз ULX цены. 5 центов покупка монеты ULX на ультрансвап и сжигание этой монеты. Как, по-твоему, это сильно очень повлияет, то есть, там, слот, да и само по себе? Нет, нет, нет. Мне кажется, нет, потому что здесь, опять же, перед тем, чтобы что-то публиковать, перед тем, чтобы анонсировать и рассказывать людям, сообщество, мы само собой делаем полноценный прогноз, все обсуждаем, анализируем, делаем проверки, после, как говорится, брейнсторминг и после этого уже публикуем информацию, где уже предоставляем все факты. Для тех, кто более технический, у нас есть полностью, там, разные аудиты, вот на GitHub, кто не знает, это для именно сообщества программистов. То есть, те, которые понимают в этом деле, они могут все это посмотреть, аудиты просмотреть и так далее, да? Да, да, все онлайн, мы ничего не скрываем, есть информация на сайте, есть информация на GitHub, все, что требуется, предоставим, то есть, есть репорт, отчет от третьих компаний, которые сделали проверку нашего кода, также мы недавно получили репорты от компании Сертик и другие компании, которые делали, скажем так, аудит, все онлайн. есть ли у ваших знакомых или у ваших друзей, которые являются разработчиками, у которых, скажем так, которые до сих пор не уверены в нас или до сих пор считают нас, скажем так, неполноценной компанией, мы всегда рады выйти на созвон, ну, опять, к сожалению, наши ребята из компании, которые могут более детально обсудить и обсудить все моменты, если что-то не нравится или все что-то понятно, потому что у нас были такие, к сожалению, кейсы, где люди там обращались к своим друзьям, которые являются разработчиками, они там какую-то информацию не нашли, они уже все, это плохая компания, мы такие в сторону, почему, подожди, ну-ка, выйди на созвон, уходят на созвон, говорят, а, вот, вот, а мы такие так, вот, вот, а, извините, а, даже слово извините не говорят, вот это мне больше не нравится, они такие, а, окей, все, и все, роза, тоже такой интересный момент, хотел сообщить, к сожалению, такое происходит в нашей разработке, когда что-то ломается, когда-то что-то не работает, что-то временно стоит на паузе, это и есть на этой причине, потому что наши ребята, наши команды улучшают технологию, или добавляют новые фичи, или что-то происходит именно в плане обновления, мы, соответственно, оповещаем о Viglobal, чтобы Viglobal рассказал своим пользователям, то, что там в такое-то время, в такой-то день будет, скажем так, обновление, поэтому там, не знаю, такие-то фичеры могут не работать временно, люди некоторые этого не замечают, и как только эта фича не работает, там, пару часов, люди, само собой, что делают, все начинают жаловаться, и здесь, довольно-таки такое тоже персональное личное состояние, где я захожу, открываю компьютер, читаю негативные комментарии, думаю, блин, мы же вроде повестели, рассказали, а когда все исправно, все работает, люди спокойные, то есть все спокойные, и все ждут какого-то там, не знаю, что-то произойдет, но при этом, при этом, что мне больше никто ни разу ни за что не извинился, никто ни разу ничего не сказал, все нормально, прошу прощения, чтобы мы вас подсвуковали, но опять же, я называю это издержки бизнеса, но это происходит, но опять же, мы, если что-то делаем, это означает, что мы обновляем или работаем над улучшением нашего продукта. Всех людей, которые не извинились, мы извиняемся за них, так что... Спасибо, спасибо. Будут ли какие-то проекты запускаться на сотрудничество с ультрон фаундейшн, которая там, ну, не сотрудничает с мави глобал, а чисто... Да, 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 да. Мы, как раз, я уговорил, что два проекта ведутся переговоры, я с ними познакомился, одна компания из Дубая, вторая компания из Лондона, обе, скажем так, компании, которые составляют решение в плане игры, Gameetify, у нас ведутся переговоры, и как только мы, скажем так, договоримся, само собой, они будут опубликованы, и само собой, люди, это никак не связано будет с моим клубом. Это круто, и да, со временем мы очень хотим, чтобы эта экосистема выросла в сотни и сотни разных аппликаций, приложений. Да, я тоже это хочу, надеюсь, скоро это произойдет. Есть ли у кого-то какой-то вопрос к Шуфрату? У меня буквально осталось 5 минут, и потом я должен подбежать к японцам, они там устроили тоже вопросы, и надо будет тоже им отвечать. Вопрос. Прогнозы цены, утром, а то у них очень удобно. Прогнозы цены. Ну, это я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Здравствуй, Юра Каспаров. Вот, он тебя видит. Юра Каспаров говорит, хотел просто сказать спасибо. Во Вьетнаме мы много общались, и очень хороший был ивент, да, во Вьетнаме. И в Венгрии мы с тобой увидимся обязательно, и моя группа здесь прилетели с 20 разных стран, и все они очень благодарны, что ты подключился к нам. Я только... Без 5 минут Black Diamond, но то, что я буду амбассадором, никто в этом не сомневается. Уже на мое день рождения я планирую это сделать в июне. Хорошие цели, да. Так что мы еще в Венгрии увидимся. Но в Вьетнаме было очень все хорошо. Большая команда приехала с Кореи, с Индии. Ты помнишь их небезумные глаза, какие они были excited. Люди были с Австралии, с Бангладеша, с Токио. с Японии. Я был импресс. Я был импресс. Я был один с Северной Америки. Но я очень рад, что мы пообщались с тобой. И вот то, что ты уменьшил в октябре еще, помнишь, в октябре, в ноябре в Дубае мы делали ивент, там мы с тобой общались. Юра, там есть пару вопросов. Есть вопрос на CoinMarketCap. Нет полностью отображения MarketCap. Я думаю, это из-за того, что UltronSwap еще не... Как только подключится, все будет отображаться. И был вопрос насчет Лондон. Какой-то Лондон саммит или презентация или чего-то будет в Лондоне по Ультрону. Ну, честно говоря, пока что в Лондоне я сам... Я буквально недавно в октябре было там реприятие по блокчейну. То есть, я там был, общался с людьми, общался, что происходит на британском рынке. Пока как-то так. Но Лондон... Опять же, у нас, к сожалению, пока что, если я не ошибаюсь, со стороны Mavie Global у нас там небольшое сообщество. То есть, там довольно-таки не так уж много. То есть, у нас больше... Очень большое сообщество в Азии, очень большое сообщество где-то в Венгрии, в Италии. И, надеюсь, также у нас будет очень большое сообщество из страны СНГ. И, надеюсь, в один день в Италии вы сможете со своей стороны организовать где-нибудь, также приглашать нас. тем более, у нас, видишь, как половина команды общаются на русском языке. Будем рады быть там. Ну, как видишь, пока что все идет по плану, пока что идет хорошо. Я недавно был в Индии, там люди... Очень интересная культура, очень интересный народ. Это был для меня немножко культурный шок. Но там люди так восхищались продуктом Ультрона и Mavie Global, то есть, они там просто-напросто прыгали от счастья, когда меня видели. Они фоткались со мной по 10 раз, я просто не понимал, зачем здесь фотографии со мной в разных позах. Но факт в том, что был очень интересный опыт. Опять же, в Японии тоже очень довольно хорошо дела идут. Поэтому, да, надеюсь, получится также со страны СНГ привлечь все больше и больше сообществ. Друзья, все аплодисменты, большие шефраты. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Он был с нами. Мы очень это ценим. И в ближайшем времени мы надеемся очень скоро уже увидим тебя лично. Новые партнеры пожмем руку. Вот. И обязательно встретимся, если не раньше, то в Венгрии. Спасибо. Конечно, с удовольствием. Буду рад встретиться. Я также буду рад, если получится организовать большой ивент. Я прошу прощения, что не смог приехать на этот ивент, потому что довольно-таки плотный график, но надеюсь, в будущем получится именно присутствовать также на ваших ивентах. Большое большое спасибо. Всем желаю хорошего провести времени и будем на связи. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok